сменить вот стайл, в частности, прическу? Чё? Ну, ты вопрос задаёшь. Классный. Но девушка всегда, которая хочет перемены, она меняется. Удивительно только то, что я не каждый день перекрашиваюсь. Хотя такой позыв есть. Постоянно подкришься, перекраситься, нарастить обратно, убрать. Но я сдерживаю свой порыв, потому что мои бедные волосы, они не выдержат такого. Такого экстрима, да? Пора уже было. Пора уже было, потому что у меня уже там давно всё отросло. И такая, думаю, блин, а тем более я живу с мужем стилистом, который любит стричи красить бесконечно, каждый день. Он всё время говорит, давай тебе это сделаем, давай тебе это. Он каждый день хочет мне новые там прически делать, покраски. Ну, я держусь до последнего. Он, наверное, ходит, потирает руки вокруг тебя. Слушай, такой материал классный для экспериментов, может быть, это. Слушай, ну, ты поделись, что произошло у тебя в ближайшее время, вот сейчас. Прямо сейчас у меня исполнилось моё желание. Какое? Поведай. Я неделю ходила и думала, я хочу себе 11 Pro Max с тремя камерами новый телефон. А потом такая, думаю, а у меня десятка XS большая. Вот, с двумя камерами. Я такая, думаю, блин, ну, в сентябре же выйдет 12-й. И ходила, злилась на себя, ну, почему я не могу полгодика походить с новым телефоном, и потом опять его за бесценок продать. Этот за бесценок продать. Потому что недавно только меняла телефон на десятку. Вот. Потом 11-й походить, полгода продать. И я ходила мяло-мяло, мяло-мяло себя. Думаю, блин, ну, до 12-го, до 12-го, до сентября надо, и ждать не хочется. Короче, я думала, ну, как сейчас это все произойдет? Разбила в хлам сейчас свой телефон. Вот. У меня полностью экран без защитного стекла, у меня весь... Хрен. Я тебя сейчас через паутинку смотрю. Серьезно? То есть ты вот с того телефона, который ты расхерачила, да? Да. Прикольно. Поэтому, друзья, мы немножко задержались. Пойдется завтра мне заказывать телефон, чтобы привезли 11-й, как я и хотела. Потом на 12-й поменяю через полгода. Ну вот, супер, вообще. Ну, классно, мечты сбываются. Очень, блин, классно. Разбила телефон. А если бы не разбила, вот тогда бы оттягивала, наверное, да, Слушай. Да, я бы ждала бы 12-го с четырьмя камерами. А часто вообще в жизни происходят такие моменты, когда вот именно какое-то такое событие, которое, ну, с одной стороны, кажется негативным, а с другой стороны, подталкивающим чему-то происходит. Ну, то есть, это не будет вот таким, знаешь, вот... Да, постоянно такая фигня. Постоянно вот через вот такое, да, происходит больше мечты? Вот через такое. Ну, если я не иду по своему желанию, а желание есть, я ему противлюсь, то оно ко мне все равно приходит, хочу я это желание любыми способами получить, видать, потому что, если я сопротивляюсь, то оно вот придет на чережопу. Ну, придет и бог. Да, через это самое. Мои желания меня догоняют всегда. Люди борются за свои желания, а я, наоборот, их оттягиваю, они меня достают, бьют по голове, ну, да, держи, ты хотела. Ну, просто сила моего желания, импульса, она очень сильная. Ну, как бы, мое внимание такое глубокое. Блин, во мне энергии-то много, поэтому... Поэтому желание приходит иногда через дверь соседнюю, да, стучаться через окно. Ну, да, то есть, если я сопротивляюсь по-хорошему, ну, было же желание пойти, ну, поменять телефон мой. Сдаешь один телефон, тебе дают там какую-то сумму, добавляешь, покупаешь новый. Ну, что, блин, надо было так сделать. А я ходила тут даже неделю, не неделю, а две недели ходила, думала. Вот. И меня догнало мое желание, что придется завтра этот телефон новый покупать. Что делать? Концентрация энергии, да, такая скапливала, 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 и тут она пришла через вот одно место. Получается так. Ты прям вовремя картинку подобрала. Кофтой ты же сделал. Расскажи. Я тебе потом расскажу. На айфоне это элементарно делать. Да, я недавно... Ничего себе! Я недавно тут думала, как снимать себя и одновременно стол телефона. И потом поняла, что нужно купить такую штуку, на которой два телефона на прищепках. Один меня снимает, выхожу в эфир, а вторым показываю телефон, ну, тоже видео. Не картинку, а видео. Ну, чтобы я что-то писала, делала там на курсах и одновременно показывала и сверху, и снизу. Короче, нужен второй был телефон, вот, пожалуйста. Да, прикинь. А я помню, что раньше вот с тобой мы когда были, я через вот так вот брал, переворачивал камеру и показывал на макбуке. А сейчас можно вот туда все пускать. Офигеть! Ну, потом ты мне подробненько это расскажешь. Я вообще чайник в этих технологиях. Я знаю, ты в основном такая вот в песочек играешь там, да? Кстати... Нифига, ты классно подготовился. Ты это самое. Ты часто вот так вот, ну, делаешь, и потом сбываются твои мечты какие-то. Я вот знаю, когда хотела себе денег для биржи, ты пошла и их натанцевала себе. Вот. Часто у тебя происходит такое, что ты отключаешься, чем ты занимаешься таким. И потом к тебе приходит... Постоянно, да. Я только, по-моему, этим и занимаюсь. Вот. Кстати, еще хотела тебя спросить. Как в тебе вообще сочетается творчество, да? А вот творчество, да? И такая вот, ну, как бы, такая собранность. Вот. Ну, ты... Я вообще не собранная. Я уникальна в своей хаотичности, наверное. Я не знаю. У меня такой хаос в пашке. Реально? Я вообще про собранность. Это не про меня. Просто, ну, вот, как... Творческие люди, они обычно там забывают какие-то вещи, там, еще что-то там могут там по времени, там, это. У тебя, вот, я прошу, ну, как бы, четкость вот эта, она у тебя все-таки присутствует. То есть, с одной стороны, ты такой, знаешь, человек, который... Ну, я козерок. Я козерок, которому надо все структурировать. Вот. Но у меня есть для этого... У меня память короткая, тетрадка есть, где я беру, записываю все, что мне нужно сделать, вот, и как бы хоть как-то что-то фиксирую, потому что, если у меня не будет тетрадок, я вообще ничего не смогу сделать. У меня столько тетрадок, вообще, просто море вообще тетрадок. Я их начинаю, и что-то они там, они у меня скапливаются, скапливаются. Смотри, тут комментарий. Комментарий. Нелли, что теперь хочу, не хочу, придется покупать новый телефон, потому что это хлам, стекло. И просто пальцем, если проводить, ну, как бы я режусь. Что ты делаешь? Ну, порезаться можно, потому что стекло побито. А, ты тогда не прикасайся, я за тебя все буду делать. Да, ставь. Лайки, все дела там. Слушай, а у тебя, что вообще такое интересное произошло вот с тех времен, как мы с тобой общались? Было что-то такое? Отслеживаешь? Потом я расскажу, что у меня произошло. Боже мой. Я пожелала, чтобы ко мне пришел продюсер и полностью взял на себя всю ответственность и стал заниматься моим продвижением. То есть там с блогерами, коллаборацией, короче, все. Переоформление соцсетей, ютуб, там навески, шкурки, все-все-все, вот это началось. Вот. Ну я увидела, что за неделю мне присылали такие, ну, резюмешки, ну так, вообще, я ничего не знаю, я ничего не умею, ты меня научи, покажи. Ну мне такое не нужно, мне наоборот, чтобы мне дали задачу, ну или ты вот это сделала, я подготовила вот это. То есть я разочаровалась в этом и удалила нахрен все эти посты, думаю, ладно, не нужен мне продюсер, пошло, все, нафиг. Ну я просто замутилась просто объяснять всем, что, ребят, ну мне не это надо, хотя я вроде как написала нормально. Проходит неделя и девочка, которая искала мне продюсера, сама стала продюсером, нашла второго классного продюсера, потом пришла третий продюсер, но она потом от нас ушла, и девочка, которая должна была помогать просто продвижению Яндекса, стала третьим моим продюсером. У меня теперь команда из четырех человек. Я вообще такая... У тебя целый штат. Да, у меня набрался штат. Мы так офигенно распределяем обязанности, у нас так все спорится. Мы вчера полностью переделали мои старые логотипы по рекламному агентству, там слоганы, все, оказывается, мой старый логотип идеально сейчас подходит. Мой бренд-бук, который я делала для рекламного агентства, он идеально подходит, там чуть-чуть только редизайн нужно сделать, небольшой там вообще, чуть-чуть шрифты. Короче, все картинки, которые мне там рисовали, я бренд, у меня был блондинка в красном. Да, помню. Вот. Они все подходят, все под нашу тему, короче, нам старый дизайнер, который занимался той темой, выслал все... Короче, мы за вчера минут за десять сделали все, и бренд-бук, и все продумали у нас там такие масштабные штуки. Короче, я не знаю, у меня столько всего изменилось, и плюс мы еще ничего не начали, у меня уже четыреста человек добавилось на YouTube и в Инстаграме, плюсом, причем мы еще не делали ничего. Класс. Слушай, настолько у тебя мощная энергия, и вот эти твои мысли, они даже до меня долетали, прикинь. У меня где-то дня три, может, четыре назад была мысль такая стать твоим продюсером. Не знаю, откуда нам не прилетала эта мысль, но реально, я такой думаю, блин, может, может, давай к нам команду. Давай, разбавлю ваш женский коллектив, да? Вообще, без проблем, давай к нам команду, короче, блин, нас пять раз. Слушай, прикольно, вот, ну, действительно, как бы, вроде мысли, они, мы же не создаем их, да, получается так. Знаешь, вот есть выражение, я, ну, принял мысль, принял, ну, то есть мы как приемники, да, получается? Мне пришла мысль. События существуют в том состоянии, в котором ты находишься, чем выше твои вибрации, чем больше любви в тебе, да, позитива, вот этой энергии, тебе классно, тебе хорошо, ты резонируешь с той чистотой самого наилучшего, идеального варианта, который можешь в данный момент потянуть, согласно, блин, своим шаблонам мышления, да, согласно своему принятию. Если ты ни хрена ничего не знаешь, тебе интересно, ты сразу повышаешь свою вибрацию, сразу переходишь на самые лучшие варианты. Естественно, оттуда подтягивается вот эта информация, это, да, мысли ловим, мы их не придумываем, они уже есть, это просто вот это идёт перемещение очень классное, зависит от твоего вот этого состояния, в котором ты находишься. Когда тебе классно, блин, мир тебе всё транслирует то же самое, классно всем, и все эти подарки просто на тебя сыпятся, но только когда ты в таком состоянии. Вот, но люди часто любят сидеть и ныть, ну, им нравится, они же знают, и когда человек подходит, им говорит, слушай, ну посмотри, блин, какое солнце, какое небо, блин, да классно живу, у тебя тело, ты здоров, ты ещё молодой, ты столько можешь сделать, да нет, я уже всё знаю, да мне не получится. Их пытаются вытащить, да, из лужи, а они, нет, мне ещё в этой луже хочется сидеть, ну, это их выбор. Ну, те, кто выбирает, пофиг, какое у меня сейчас состояние, я сама выбираю сейчас состояние, я хочу сейчас состояние офигенское, и я сама его делаю, я сама творю в моменте. И тогда, блин, вот как ты говоришь, да, всё складывается. Ну да, согласен с тобой. Я тебе хотел рассказать, что у меня произошло. Да, ты же, ты же выложила из вот этих эфира наших с тобой, да? Угу. Тут меня нашёл... И все начали просить, дайте аккаунт, пожалуйста, дайте аккаунт. А ты дашь аккаунт? Я везде в ютубе добавила твой аккаунт. Серьёзно? Я не видел просто. Я, смотри, я буду вещать, наверное, теперь с этого, раз изменился алгоритм у Инстаграма, вот, просто там у меня аккаунт, он заточен, ну, на музыкальные дела, вот, и так как я вот живу, веду эфиры такие вот, ну, о самопознании, о развитии, о психологии, там, вот, о метафизике всякой, то люди, они немного не понимают того, что, ну, как бы, они эфир посмотрели, потом остались на этом аккаунте, потом такие заходят, такие, диджей, а зачем я подписана на этот аккаунт, наверное, я отпишусь от него, зачем он мне, у меня, короче, после этого эфира пришло 200 человек, и где-то 70 ушло потом, ну, потому что они такие подумали, ну, нафиг, ну, может быть, ты кого-то не того приглашал, слушай, ну, может быть, кстати, может кто-то не понравился, и вот после какого-то одного неудачного эфира, быть такие, не знаю, я побывала только на пару эфиров, и я видела комментарии, ну, помнишь, мы с тобой обсуждали, что, ну, боже мой, что это вообще такое, но даже я там выцепила интересную информацию, мне мужик там один понравился, ученый, вот, но после него, может быть, были тоже отписки, потому что, ну, та аудитория, которая пришла 200 человек от меня, они, если побывали на этом эфире, они, наверное, сказали, боже мой, вот, ну, потому что у человека еще, не все могут принять информацию обратно, обратно никто не хочет идти, то есть они начинают познавать Творца, многие, да, и когда начинают слышать о том, что у нас есть рептилоиды, которые с мозгом что-то нам делают, чипирование какое-то, так далее, но они не хотят это слышать. Ну, хорошо, тогда про них не будем разговаривать, все-таки. вот, меня нашел брат моего одноклассника, вот, мы с ним не виделись, наверное, года четыре, вот, он с тобой знаком, он знаком с Сергеем тоже, вот, да, он мне звонит, такой, Макс, а ты там что? Я говорю, ну, вот, прямой фергеле, вот, а он, мы с ним когда беседовали, он, у него была мечта купить завод, вот, и он стал увлекаться, вот, именно, вот этими вещами, вот, квантовой физикой, говорит, Макс, прикинь, у меня мечта сбылась, говорит, я завод себе купил. Да ладно? Да, он крутой. Вот, и это самое, у него, я зашел к нему на страницу, у него прямо видео Сергея, там, вот, и говорит, давай встретимся, я говорю, да, давай с удовольствием, короче, мы с ним будем встречаться на следующей неделе, вот, не знаю, там, просто поговорим, просто не виделись очень давно. А в прямой эфир он с тобой не хочет пойти? Вот, я говорю, слушай, давай в прямой эфир, он говорит, нет, давай сначала встретимся, потом в прямой. Просто он бы рассказал, как он купил своими мыслями завод, это же интересно, да? Да, да, да. Ну, каким задним числом события его привели к этому заводу, это реально интересно, о чем он думал? Да, вот, я как раз таки и хочу его разложить на компоненты, вот эти вот, я еще думал, может быть, сначала реально сделать, сначала эфир с ним, а потом встретиться, вот, но он настоял, короче, хотел меня увидеть сначала воочию, говорит, приезжай ко мне в гости, потом, потом в эфир выйдем, короче. Мне кажется, без разницы, когда, ну, какая-то пара. Ну да, я с ним обязательно сделаю прямой эфир, вот, он говорит, я сейчас после этого, короче, ну, он же, он психологией занимается, а вот с этими делами он немножко это отодвинул в сторону, говорит, сейчас буду опять к этому возвращаться, ну, к тому, что люблю. А параллельно тема и забот одновременно не, ну, как бы, смотреть на завод с позиции творца? Ну, наверное, кстати, я у него спрошу об этом, тоже. Может, он, кстати, он будет смотреть этот эфир. Костя, привет. Костя, привет. Да. А откуда меня знает Костя? Ну, вот тоже через, он как-то подписан на твой канал, смотрит, следит за тобой. Вот. И меня там увидел. А какая у него фамилия? Ловцов. Ну, он, может быть, не проявлялся именно вот так, чтобы прям тык-тык-тык-тык, Нелли, здравствуй, привет. Вот он так. А зря, я люблю, когда ко мне тык-тык-тык, Нелли, привет. Я так, да. Прикольно, я ему скажу об этом. Слушай. Ко мне все стучатся и пишут каждый день отзывы прям пачками. Я уже замучилась скринить и уже такая, думаю, через один, через там раз в десятый скрини. Вот, сегодня очень много отзывов писали, просто меня завалили, потому что у меня сейчас был эфир. Я полностью разобрала в прямом эфире девочку по отношениям. Вот. И вчера у меня с ней был прямой эфир с Оксаной. Вот. И вчера вообще было три эфира. Я прям не успеваю. У меня завтра еще два эфира с двумя разными. Это на раз хват просто. Сегодня два эфира с двумя разными людьми. Вчера тоже с двумя людьми только три эфира. Вот. Да, у меня сейчас, в принципе, вся неделя расписана, каждый день эфир с кем-то. Класс. Я вообще в шоке. Слушай, а мне сейчас, кстати, в ухе зазвенело в левом. Это к чему? Ты в знаки веришь вообще? В приметы? К чему это? Музыка и звук всегда в твоей голове. Да, ты же говорил, что музыки не существует, она только у нас в голове. Да? Я придумал себе слоган, знаешь? Диджей Телепат сводит треки силой мысли. И получается так, знаешь, все такие, ну, музыка не звучит на танцполе, но они все танцуют, потому что они реально думают, что они слышат то, что я им транслирую. Да? Все? Договорились? Как это сделать? Да, с этой позиции классно прийти на дискотеку. И такие, музыка же у меня в голове, у каждого своя. И все двигаются по-своему. Ну, это круто. Да. Дело в том, что мы в коллективном сознании очень много вещей, цветов и общепринятых понятий, да, которые мы уже упаковали в слова, в значения, в обозначения. То есть, мы всегда передаем информацию, невербально. Но, чтобы понимать, телепатические люди раньше общались, потом забыли это дело, упаковали информацию в слова, в жесты, в мимику. и передают так информацию. Но каждый все равно ее распаковывает по-своему. То есть, один передает одно, а другой распаковывает ее совершенно не так. Поэтому вы сильно удивитесь, если узнаете, что то, что вы говорите, это не... Ну, другие люди думают совершенно по-другому. И наоборот, то, что вам сказали, а другой человек совершенно не то вам сказал, то, что вы распаковали. Да. И представь коллективное сознание, распространенное, да, через каждую клеточку каждого человека, то есть мы как бы клеточки одного единого организма. У нас есть запакованная информация в общепринятых каких-то словах обозначениях, и мы все коллективно видим зеленый. Допустим, или красный цвет, или синий цвет. Коллективно. Вот, потому что, ну, опять же, у каждого все равно есть свой оттенок, потому что слова это всего лишь усредненная упаковка информации. Условная. Ну, да. И музыку, которую диджей транслирует, она коллективно всеми практически одинаково воспринимается, но с разными оттенками, но примерно она упакована в определенную информацию, ну, то есть в усредненную такую информацию. Это звук и вообще волна. Мы передаем эту волну и внутри себя слышаем. Кстати, да, вот как узнать, как слышит другой человек? Потому что мы даже свой голос слышим по-другому. Нам не узнать этого, да. Вообще прикольно, прикольная мысль. Макс, ты подстригся на прошлом эфире, говорил, что да вот, нет, мой барбер сидит дома и не вылазит никуда, а я только у него стрижусь. Как бы, ну, вот Нелли еще говорил, что муж у него стрижет. Не знаю, доверится ли другому мужчине? Не знаю. У меня муж отработал долго в Десанш, ну, это самое крутое село в Москве. Ну, я знаю, нет, я верю, я верю, что он профессионал, реально. Просто. Вот, и сейчас он сам не может, он сильно оброс, каждый день с утра встает, там, чуть ли не со слезами на глазах, говорит, не могу на себя смотреть, челка уже вот такая, ну, вообще длинная, у него, а что? Говорит, я не могу, никому не может записаться, к обычным не пойдет, ну, ходит только, там, к двум, к трём, к французам, которые, ну, там, владелец там салона, один, второй, и, короче, больше никому не может, а те закрылись дома, боятся коронавирус, самоизоляция, короче, ну, может, довериться никому, не хочет. Не знаю. Не пробовал тебя нафиг? Меня? Да я же это, умею встречи красить, я же парикмахер, у меня диплом есть. Слушай, а какого диплома у тебя нету? Я что-то узнаю, что ты вообще, не знаю, я просто раньше думала, что у меня был такой шаблон, наверное, у всех есть такой, что я могу себя любить и ценить, только когда я умная. Я, ну, понимала, что вот ещё чуть-чуть для любви не хватает мне ещё больше знаний, ещё больше поуметь, ещё больше чего-то познать, и поэтому я, как ни в себя, училась везде, и в художке, и в парикмахерской, и что только не делала, и чертёжница, и рисовать, и шить, и кроить, и ателье, у меня было своё одежды, я шила одежду, и 3D-графику преподавала, ландшафтный дизайн, везде училась, везде работала, вообще, что только не делала, вот, и у меня 2 высших образования, и, короче, я просто, понимаю, что, ну, просто я не любила себя, мне нужно было побольше цапать, то есть, слушай, немножко, как это, немножко тренинга с моей стороны, да, в твою сторону, а это, нет ли в этом того, что ты доказывала своим родителям, что ты хорошая, о, да, да, мне нужно было доказать папе, и бабушке, и маме, то, что, блин, люди, почему вы так думаете, что я такая никчёмная, там, или ещё что-то, я вам всем докажу, и вот эта мотивация доказать, какая я крутая, что, блин, я вам докажу, что я, ну, могу о себе позаботиться, я вот доказывала, мне папа говорит, да ты никогда не купишь квартиру, там, тра-та-та, я говорю, я тебе докажу, что я её куплю, и я купила сразу 2 квартиры, через год после того, как сидела с зарплатой в 10 тысяч рублей дома, и вообще не представляла, где работать, через год у меня уже было 2 квартиры, вот, папа такой, ну, вот, ты купила квартиру, ты доказала, там, одну, вторую, я всё равно тебе не верю, что ты что-то в жизни можешь, ты всех обманываешь, как-то хернёй занимаешься, там, это всё несерьёзно, иди на дядю работы, нафига тебе эти бизнесы, да, они развалятся, ты там, типа, денег всё равно на ремонт не хватит, я сделала ремонт, офигенный, у меня одна квартира, вообще два этажа, двухуровневая, пятый, шестой этаж, прям, вместе, очень большая, в Краснодаре, вот, и я сделала ремонт, и папа такая, ну, вот, понятно, теперь там, наверное, ты в ипотеку, это, я говорю, да нет, это я сама заработала, ну, наверное, у тебя там сейчас, ну, опять что-то не получится, сейчас бизнес развалится, иди на работу, там машину всё равно, но ты не сможешь себе купить, короче, я тут же покупаю машину, чтобы папе доказать, потому два года не знала, как от неё избавиться, вот, опять, короче, вечно вот, что бы я ни делала, всё там несерьёзно, и вечно меня гнобили, но это я себя гнобила, я это понимаю, что я просто себя мотивировала всё это заработать, и всем всё доказать, вот, ну, и того, наверное, только мамы с бабушкой у меня сейчас уже в эфир постоянно выходят, и говорят, блин, какая я крутая, молодец, но это последнее время только я вижу, ну, потому что меня это уже отражает, я уже успокоилась, вот, ну, а с папой мы так очень мало общаемся, мы просто часто в море всё время, и как бы я его никогда не вижу, в России. Смотри, вопрос тут, Нелли, беседуешь ли ты со своим мужем на тему своих открытий? Нет, а происходят инсайты какие-то? Витяшки смотрят, инсайты у меня каждый день происходят. Ну, ты их в голове гоняешь только, или ты с ними делишься, с ним делишься, этим? Ну, я больше делюсь в эфирах, в постах. А, ну, в принципе, тебе этого достаточно, да? Да, Дэн это всё читает, смотрит, если ему интересно. Ну, по большей части, у него сейчас столько творчества, он там сейчас онлайн, оффлайн школу открыл, и сейчас он там куча делает всего, ну, работы столько у него, что он всё время занят. Вот, ну, я своей жизнью занимаюсь, он своей, всё у нас в порядке. Класс. А, вопрос такой, предыдущий был, насчёт наркотиков. Помогает вообще они узнать, узнать, как у других. Мне наркота для этого не нужна, я не знаю. Ребят, наркоту, это не ко мне. Ну, да, это не к нам, это не в этом эфире. Это не то, что я там сейчас буду говорить, это плохо, или ещё, я не знаю, просто нет желания даже пробовать. Ну, да, не было вообще и грибов тоже. Я не пробовала грибы, хотя я была на Бали, там все их жевали, вообще, на дискотеках, я не пробовала. Нет, не возникло желания. Я это и даже пиво не пью сейчас, алкоголь никакой. Если я там глоточек сделаю, ну, я не могу, мне не нравится уже очень долгое время. А раньше? Раньше мне очень нравилось бухнуть и пойти на дискотеку. Было дело, ну, уже лет 10, я вообще не пью. А что произошло? Бывает очень редко. Да, какой-то один момент такой произошёл, что я была в университете, там, на начальных курсах, там, первый-второй год обучения, не помню, ещё 2000 год, 2001-2002, вот так вот. И я что-то как-то утром проснулась и сказала сама себе, что я хочу поменять жизнь, я хочу изменить своё мышление. Вот прям, я проснулась вот прям с чётким осознанием того, что мне моя жизнь не нравится, что я хожу на дискотеки, что я пью, что я курю, мне это не нравится, я хочу поменять, я хочу там завести отношения какие-то серьёзные. Короче, вот что-то мне бахнуло в голову и всё, я с тех пор ни хрена не хочу. То есть, как говорят, что во Вселенной всё происходит с таким, с долей минус одна секунда, это мы долго принимаем решение. Ну да. Не, я очень быстро приняла решение, что всё, с меня хватит. Причём, у меня было желание сменить круг общения, уехать, переехать, вообще, короче, полностью поменять жизнь. Я уехала с Камчатки и завела новых друзей. Ну, вообще, всё кардинально поменяла. Слушай, вот конкретный вопрос, вот посоветуй. Вот что делать с этой маской, когда хочешь быть хорошей для всех? Вот как ты с этим справилась? То есть, в какой момент ты доказывала там себе, родителям себе, сначала родителям, потом себе, а потом, когда ты перестала, нужно всё-таки, наверное, добиться этих каких-то высот, либо можно без этого отказаться? Я, например, анализировала и наблюдала. Я всегда хотела быть хорошей. Ну, это же тоже моё всё. Но я никогда не понимала, почему меня все не любят, и я всех бешу. Хотя я пыталась вести себя просто душкой, со всем соглашаться, быть услужливой. Короче, я сейчас вижу таких людей, и меня от них воротит. вот реально, я просто вижу в них себя прошлое, охреневаю. Это такая подлиза просто жёсткая, которая, ну, блин, это же вообще аж тошнит от приторности вот этой хорошести, это же так противно. Ну, мне такие люди противны, ну, вообще невозможно. Я такая была, когда хочется всем угодить, быть правильной, материться. что с этим делать? Принеси, подай, помоги, давай я тебе помогу, давай там, то, а ты хочешь, я тебе кофе сделаю, вот прям такой хороший. И я никогда не понимала, задавала себе вопросом, почему я такая хорошая, всем услужливой, ну, услужливой, не знаю, как сказать. Услужливая. Да, услужливая такая, совсем, там все соглашают, да, там такая, всем прям хороший, тут прям пипец. Все, что не скажи, я все сделаю. Всем помогу, везде залезу, всем жизнью лучше. Вот. Да, вот такая вот крыса я была. И при этом я не могла понять, почему я вызываю чувства у всех ну, что мне не любят. Я не могла понять, почему меня так сильно не любят, как бы я ни старалась. А потом, ну, как бы мне пришло создание, это ты, блин, дура, ты себя не любишь. Но это было давно, когда, ну, я так глубоко не понимала, что, это сейчас я-то понимаю, что это задним числом, да, было у меня. Вот. Тогда это как-то на уровне чувств, мыслей просто пришло. А с какого, хрена, ты такая хорошая, и все равно не можешь угодить. Так а на хрена угождать тогда? Да. И я стала дерзкой, жесткой, и всех бесила специально, и вообще все, что не нравилось, мне стало интересно поэкспериментировать, и знаешь, нормально, ничего особо не поменялось. Я просто стала собой, и перестала тратить нервы, и напряжение всем услужить. Я помню твой дерзкий слоган, вот этот, как он там был, это самое, настраиваю Яндекс Директ, дорого, без гарантий, что-то такое. Да, у меня было рекламное агентство круто, дорого, без гарантий. Да. Прикольно. У нас только 10 тысяч рублей, а у меня было 100 тысяч рублей. Мой ментор сказал, Мелли, короче, хочешь завоевать рынок и хакнуть все мозг, это еще был 2013 год, 2014 год, вот, мы пишем круто, дорого, без гарантий, короче, смотрим на людей, что делают другие, и никогда этого не делаем. Я говорю, хорошо. Ну, это мой слоган просто был, вообще, книжку одну прочитала, еще на первом курсе университета, Уоррен Баффет, что ли, или кто, это чей-то слоган был. Я его в себе взяла на вооружение. То есть, не делаешь, то делают другие. Если все другие, самая крутая настройка стоит 10 тысяч рублей, вон, Олеська подтверждает, тут ржут, она была со мной тогда. Вот, я сделала 100, и я сделала 300 тысяч рублей обучения. Ни у одного рекламщика по Яндексу, ну, таких цен не было, даже в 10 раз дешевле, и то не могли поставить. А я этот барьер сразу так чик, и все клиенты, там, миллион за 100 в бизнес-молодости, заводы, пароходы, все были у меня. Ко мне прилетали на самолетах на один день просто на консультацию с Питера, там, еще откуда-то, в Москву, чтобы просто проконсультироваться и начать со мной рекламу. Офигеть. Да, я за месяц, как только приняла решение, что я больше не зарабатываю 10 тысяч рублей, я стала зарабатывать, первый месяц у меня был плюс 300, второй уже плюс 600, и потом уже миллион, 3, 4, вот так, месяц, не напрягаясь, ну, просто работаем еще. Угу. Класс. А потом, какой-то период, года через 3-4, мне это надоело, я решила улететь, жить на Шри-Ланку, ну, как бы уже отдала бизнес, крутить, вертеть другим людям, ну, сама еще, как официально работала, вот, но уже занимались другие люди. И потом в итоге я вообще его отдала, и деньги не главное, хоть у меня сейчас и дорогие очень чеки за консультацию, но я уже всем давно объясняю, вся информация бесплатна, на курсе нету ничего нового, там просто мое внимание. Хотите купить мое внимание, пожалуйста, я дорого беру, не хотите, все бесплатно берите, сколько хотите, вот, сколько влезет. Потому что, ну, раньше у меня был такой страх, был, что я могу, ну, куча всего дать бесплатно, да, и ко мне не пойдут люди. Ну, если я все бесплатно отдам, вообще все. Да, кстати, у меня такой был тоже страх. То ко мне не пойдут. А потом такая, почему я решила так, почему я так знаю, с чего я вообще взяла. Каждый унесет ровно столько, сколько готов унести, не меньше, не больше. И если им нужно внимания, они ко мне придут. И у меня народу не уменьшилось, его увеличилось. И я тут поняла то, что делясь, мы умножаемся. И тут, короче, я вообще всех актула мозг. Ну, то, что не надо бояться делиться, тем более, чем ты поделился, тебе уже все равно это не нужно. Как только ты отпускаешь информацию, тебе тут же новое приходит. Срава? Да, согласен. Да, согласен с тобой. Вообще согласен с тобой. Да, вот это классно. Слушай, а мы начали с того, ты какой-то вопрос мне задал, какой был предыдущий? Что-то я не досказала там. Предыдущий? Да. Друзья, напомните, у нас же здесь, те, кто смотрит, сейчас мы на помощь к ним придем. Про что мы говорили, а то сейчас эта мысль убежала вперед. Про что мы сейчас, какой вопрос был, то, что... Просто я ушла почему-то в директ, не пойму зачем, вообще в доходы эти непонятные. Это я просто сказал, поисклоган. То, что ты была дерзкая, ты говорила, то, что ты... А, там еще комментарий был такой, типа, я тебя помню там 2-3 года назад, ты была такая дерзкая, теперь милая, вот. Я постоянно экспериментирую, я разная, и такая, и сякая. Когда я милая, многие во мне видят прям дерзкую, я не могу понять, ну что, ребят, я вообще очень милашная. А когда я дерзю, прям специально, да, вывожу из себя, ну, есть метод просто психологии такой, я раньше психологией очень долго увлекалась, и преподавала психологией, есть такие секретики, и позитивную психологию, какую только это. Весь смысл в том, что иногда нужно прям человека вывести из себя, чтобы он вышел из себя, раскрыл свои маски, снял, обнажил свои чувства, да, а потом плавненько его перевести, уже, ну, в ровное состояние, разблокировать его, да, и запустить в нем, ну, какое-то движение. Иногда я прям вывожу, а люди меня, ну, милашкой видят. То есть, когда я слишком милая, все видят во мне какую-то стерву, я не понимаю, как так. Вот, а когда я стерва, все видят во мне милаху, я тоже не понимаю, как так. Но сейчас-то понятно, если это проанализировать, каждый видит себя просто. Ну, это да. Ты меня, кстати, тоже раздражал одно время. Вот я всех раздражаю. Ну, это же нормально. Так, а почему я тебя раздражаю? Слушай, вот это было, это когда вот еще, это самое, немножко реклама, да, это этап бизнес-молодости сейчас тогда. Я думаю, блин, такие они все крутые, там, такие, ну, конечно, там, миллионами ворочают, блин, вообще к ним не подойти, там, я не знаю, там. А, то есть, когда я занималась рекламным агентством, да, и у меня были очень высокие чеки. Да. Вот. Понятно. Это была что, зависть? Думаю, надменно, думаю, так, скорее всего, да, это зависть была. Потому что они позволяют... Хотя я точно так же делилась каждый день постами, и видеотрансляции так же проводила, ну, бесплатные эти эфиры все время в вебинарных комнатах, и делилась информацией, как настраивать Яндекс. И чек-листы эти бесплатно раздавала везде, как его настраивать, всех обучала, учила, как бы, почему надменно это, не пойму. А вот, это вот, видишь, я просто, наверное, был настроен на определенное, даже вот, но не хотел видеть то, что ты даешь бесплатно. То есть я был настроен на ту волну, что якобы, может быть, там мне все должны, и вот почему она вот такая вот так вот себя ведет вообще. Так дорого. А, еще такая фишка, мы же придумали, короче, на бизнес-молодости, когда мы обучались, там же как нас учили? Дешево, обязательно, чтобы слово было, да, триггер такой, с гарантией, и писать список гарантии. Мы наоборот сделали, без гарантии. И все такие, почему весь мир гарантии дает, а ты без гарантии? Я говорю, ну как, можно дать гарантии? Ну это же невозможно. Вы на свою жизнь-то гарантию не можете дать, а еще гарантии от других людей просите. Вы не знаете, там что-то через пять минут будет. И как я могу гарантировать, придут к тебе клиенты на твой говнопродукт, или не придут? Гарантию того, что его увидят куча людей, и ты сэкономишь с моей рекламы, там денег намного больше, чем с другими рекламщиками, на эти же показы. Это я гарантирую. Ну будут у тебя клиенты покупать, или не будут? Это же да. Это же мой сайт, не мой сайт, да, твой продукт, твое оформление, твоя подача. То есть как бы, извините, но я-то знала, что нужно еще и подавать, и сайт, и как-то продукт упаковывать. Поэтому я бесплатно еще каждому к рекламе давала целые чит-листы, как им хоть как-то, блин, оформить этот продукт. Прям реально бесплатно сидела, и каждого консультировала, потому что, ну я такой ответственной человеку прям ответственно относилась к каждой запятой, к каждой буковке, к каждому человеку, к каждому рублю, чтобы вот прям пришел к человеку, купил. Ну я заинтересована была, потому что меня били по голове, если клиенты не покупали. Хотя я вообще тут ни при чем. Я так понимаю рекламщиков, бедненькие люди, блин, вообще. Это такая нервная работа, когда он ни при чем, а шишки на него всегда валятся. Ну, конечно, предпринимателям легче же других обвинить, правильно, чем себя. Ну да. Ладно. Дело не в этом. И нас еще учили, сейчас я буду, что нужно подать себя, если ты бизнесмен, и ты предлагаешь свои дорогие услуги очень крутым компаниям, я там настраивала, там эти, автомобильные заводы, там машины продают, как эти авто, типа автору, ну такие крутые всякие клиенты, были банки у меня были, эти ювелирные заводы, вот, и типа нужно подавать себя очень серьезно. Ну мы же делаем то, что не делают другие, поэтому мое лицо не было видно нигде, никто не знал, пока, ну, не начинал общаться там вживую. На всех фотках у меня была жопа вот таким крупным планом в красном платье, то есть это была девушка, блондинка, ну и блондинка в красном, почему у меня вот этот бренд был. Типа как это, блондинка, ну блондинки, они штубые, мне специально пришлось еще так хорошо покраситься, волосы дорастить, чтобы еще чуть погуще, подлиннее были, чтобы ну вообще там бомба была такая. Вот, красный, у меня всегда были эти красные обтягивающие платья на всех фотосессиях, ну я и на встречах так тоже ездила, в красных платьях таких длинных, вот, такие прям все облегающие, я еще тогда ходила там спортом занималась, такая, блин, подкачанная. Кстати, насчет спорта потом спрашивать. Да, хорошо. И всегда все клиенты недоумевали, Ниль, тебе не страшно продвигать свои дорогие услуги за огромные деньги и при этом вот как проститутка, ну себя рекламировать. Еще и как блондинка. Ну блондинки же тупые. По-моему, это очень круто. Так вот была и фишка, мы взорвали, вот говорю, за неделю, там вся бизнес молодости и куча-куча предпринимателей, просто вообще мы взорвали, пол Москвы, пол России, наверное, и все конкуренты мои ненавидели меня, всегда палки в колеса, всегда обсирали. И, короче, мы придумали фишку, я каждый день выходила или писала пост троллинг и троллила каждого конкурента, то есть у меня была убийственная стратегия, фу-фу-фу, я сейчас так не пользуюсь, но мне нужно было опустить и найти самые жесткие места каждого моего конкурента, то есть как он настроил рекламу, показать во всех видео, ракурсах, фотках, что он говняно это делает, посмотрите, какое говно он вам сделал. Она лица это делала и выставляла в прямых эфирах, то есть моя фишка была, то что я была блондинка, там, секси, с жопой, для крутых клиентов, очень дорогая, которая опускает всех, поэтому не боялись слово сказать. Поэтому мне ненавидели, это нормально. Тимур Исика его тоже досталось, я помню там. ой, Тимур достал, как я его там опускала, блин, вообще, мне сейчас это же был мастодонт, настройщик Яндекс.Директа по своим технологиям, там, да, когда он раскладывал это все на карты, как-то. А знаешь, почему? А знаешь, почему я его обосрала? Потому что, когда я стала, ну, такой крутой и знаменитой, он мне пишет, он еще не был тогда крутым и знаменитым, он мне пишет, Нелли, я тут решил открыть рекламное агентство, давай, короче, ты у меня будешь настраивать Яндекс.Директ, я-то в нем не шарю, но я буду тебе платить там 10% от доходов. Я говорю, да не пошел ты нахер, ты что придумал такое, нифига себе, ты, главное, делаешь рекламное агентство, я за тебя всю черновую работу выполняю, ты мне 10%, я кручу тебя в тысячу раз. Вот, и пришло время, когда он стал такой крутой, я его, короче, сразу там пустила. Ну, я как-то любил это делать, это моя фишка, троллить все. Класс, так, слушай, а ты сейчас спортом не занимаешься так, как раньше? Нет. Нет? Как, что, в твоей жизни вообще вот физические нагрузки, физические упражнения роль какую играют вообще? Играют какую-то? Я 9 лет занималась танцами, и потом, ну, то есть, школа, университет, все время ходила, выступала, танцевала, там, гимнастика, всякая фигня. Вот, а потом я забросила, но еще лет 5-6 каждый день качала пресс, ну, то есть, телом, ногами и приседала. Потом у меня фишка была бегать, я каждое утро вставала в 4 утра и бегала там километров 10 без остановки туда-обратно. Накачала вот такую же пень, как раз, это был 2014 год для фоток. А потом она очень легко сдулась месяца за 3-4, и, слава богу, сейчас все восстановилось, но когда она сдулась, такая жопа была, блин, как это, сдутая апельсин. А, да? Ну, такая, как апельсиновая корка, блин, такая, думаю, блин, что за ужас, короче, надо постоянно качаться. Я ее перекачала очень быстро из-за бега, и все, и я забила из 2015 года, ну, примерно у меня вот так было, так побольше. Вот, я забила, но это не моя жопа. Я не знаю, что это, кстати, не я нажала, она сама появилась, я целую мысль. У меня муж, короче, он помешан на спорте, ну, все время спортом занимается, если он не ходит в качалку, все, у него депрессия, ну, ему надо, да, потому что, как бы, его физические упражнения вдохновляют, ему хорошо, комфортно, на душе становятся. Вот, он все время говорит, Нелли, давай вместе, давай вместе, я каждый день ему обещаю, да, давай, и как только я приняла решение, что мы идем в качалку, у нас тут огромнейший возле дома бассейн, хаман, целый огромный комплекс, что мы туда будем ходить, и качаться, и париться, и там два раза в неделю, хоть минимум, вот, закрыли. Ну да, закрыли. Слушай, а где ты живешь? Ты описала такое впечатление, что ты рядом с моим комплексом? А у нас тут рядом комплекс огромный есть. У нас тоже комплекс. И фишка в том, что почему я не могла спортом заняться, абонемент купить. Я же пять лет путешествовала из страны в страну каждый месяц. И мне негде было спортом заниматься. А просто по тренажеркам там побегать. Ну, я бегала на этих летных, но это не считаю нормальным спортом. Вот. То есть в отелях, когда были эти, тренажерные эти залы, бегала на... Просто побегала на велик. Ну да. Соседи, кажется, я почему про... Кто-то пишет. Ага. Это, слушай, я почему про спорт спросил, я тут узнал одну вещь такую прикольную, когда, ну, помимо того, что он, естественно, полезен, там, физические упражнения, все дела, моментарно, когда ты держишь руки вытянутыми, ну, в планке, да, там, например, минуту-две, то через это усилие, которое ты в этот момент испытываешь, через вот это напряжение, уходят негативные события, которые могли бы тебе, ну, ну, якобы негативные, которые могли бы с тобой случиться в будущем. И через вот эти вот напряжения, которые ты создаешь там при спорте, при физической нагрузке, вот это нейтрализуется. Ну, то есть через физику ты отрабатываешь негативные какие-то, которые с тобой... Я полностью согласна, но я бы зашла немножко к другой стороне. Дело в том, что наше тело создано нами для чего? Чтобы, ну, чувствовать, мы же в теле это все чувствуем. Наше тело заблокировано, ну, понятно, и очень много чувств мы не можем прочувствовать, а мир-то мы своими чувствами творим. Конечно, нужно это тело разминать, любить его, хохолить, лелеять, для того, чтобы наше тело было гибким, не деревянным. Естественно, все вот эти блоки в теле, все задеревеневшие мышцы нужно тренировать, естественно. Ну да. и ты уже массаж походил, поделал, у тебя половину жизненных проблем решилась. Ну, и плюс на массаж же мы тоже пойдем, как всего лишь следствие проработки чего-то у меня. Ну, потому что мир-то следствие. Вот, я тут давно уже прикрепил, но никак не дошел, не дойти до этого вопроса. Нелли, сейчас нет желания открыть бизнес уже с новой точки обзора. А какой мне бизнес открывать? Блин, у меня книга пишется, игра делается, YouTube каждый день пополняется, у меня столько суеты, что мне еще надо, блин, для счастья? Вещай, пиши, транслируй, ну, как бы, что еще делать? Мне мне не хватает 24 часа в сутки пока даже для того, ну, то, что я делаю, да, еще что-то сверху открывать, зачем? Вот, ради денег, ну, нет такого желания. Есть какие-то желания, деньги откуда-то приходят. Угу. А я просто, знаешь, что, недавно вот история, я не помню, как его сейчас, не буду гуглить, искать, американец в свое время был озадачен там, ну, поиском смысла жизни, вот попал в Тибет и его на обучение единственного американца взяли вот ламы. Он проучился там 28, что ли, лет. И вот когда у них экзамены там случаются в самом конце, вот, учитель обходит своих учеников, вот, принимает экзамен и у него единственное, помимо вот этого определенного ответа, который он дал, ему дали еще одно задание. Говорят, тебе еще одно задание, тебе надо будет поехать в мир, ну, к себе, в Америку и открыть там бизнес и получить первый год там 2 миллиона долларов. Вот. Он поехал и открыл там алмазную, эту, какую-то картель и заработал. Ну, они говорят, мы хотим, ну, короче, те знания, которые ты здесь получил, ты должен применить их в бизнесе. Вот. У тебя это должно получиться легко. И он вообще не знал, как это сделать, потому что он бизнесом вообще не занимался. вот. И он не 2 миллиона получил, а он в первый же год 10 миллионов долларов сразу заработал. А вот кто-то тебе подсказывает, не Майкл получил. Да, 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 это он. Алмазный операнщик. Вот. Наверное, вопрос был связан вот именно с этим, чтобы, как, знаешь, некий такой попробовать, ну, очередной рубеж какой-то, ну, для себя такой поставить и достичь теми знаниями, которые, вот, пока что у тебя есть. Ну, а если у меня нету интереса, я уже столько всего перепробовала, мне сейчас интерес книги издавать. Ну, чем не бизнес? У меня сейчас игра готовится, чем не бизнес? Там приложение, сайт игры, блин, там, чем не бизнес? Столько идей, сценарий, кино, тоже начинаю писать, уже есть несколько идей на короткометражки и на длинные фильмы, как психологические, документальное кино, так и художественные. Игровое, да? Идей-то много, ну, вот, я и иду туда и реализую, мне это интересно. Может быть, еще где-то в каком-то книжке сняться позже. Классно. Да, столько всего. А еще я на пьяни записалась, но мне пока два месяца, я целыми днями с ваты хожу, ну, А, вот, я заметила, у тебя вот это все теперь нету? Ну, оно сейчас еще, на самом деле, немного опухшее, еще месяц-два и у меня придет все в норму. Вот, это вот до четырех месяцев врач сказал, я каждый день полоскаю нос, много раз в день промываю и вот эти сватки, недопение, короче, сейчас. Через пару месяцев, вот, я займусь вокалом, то есть, как бы, столько много идей, какой еще бизнес, какой еще завод, какие алмазы, что нафиг вы нужны? Я еще на бирже играю, у меня каждый день, там акции-облигации скупаю, как трейдер, блин. У тебя, кстати, ты играешь там, у тебя какие, долгосрочные там? У меня и долгосрочные, и шорты, и лонги, без разницы, там, мне все нравится, я сейчас два лимона туда запихнула, и, короче, там, в рублях или в долларах? Два миллиона рублей, как раз. Ну, что, в профите идет всегда у тебя, или как? Да, у меня шло, 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 шло в профиль, а потом два-три дня назад, три дня уже, да, получается, третий день, упал рынок, что вообще все красное, просто в таких на низах, и когда оно было на низах, я еще полляма добавила, докупила, и усреднила все, и сейчас оно все равно все пойдет вверх. Все золото, нефть, все-все-все, все упало, и это классно. Наташ, мы тебя уронили, Наташ, мы все уронили. Что за Наташ? Вот, кстати, я не понимаю, вот это с котами, вот это Наташа, вставай, там, что это за, что это такое? Да, тот, кто занимается котоматрицей, да, мемами с котами, они придумали Наташу, Наташа зашла, ну, такое просто женское имя, ну, и просто прикол, они придумывают с именем Наташа, как коты разговаривают, обращаются к Наташе. Это, это как, знаешь, в свое время было «Привет, Медвед», а потом Медведев стал тем самым премьером, а потом президентом, там случайно не собирается Наташу туда? Это просто как-то Ну, просто придумали, и они пробовали разные имена, я читала там историю, как эта котоматрица создавалась, и что Наташа зашла людям, ну, очень классно, и люди все ржут, ну, реально классно, когда коты с утра собираются, будет Наташа, говорят, Наташа, мы все уронили, Наташа, мы все там закрыли, сейчас и лошади уже в ход пошли, то, что мы всех котов уронили Наташу, и уже лошади, короче, смотрят, ну, прикольно. Когда презентация Экилибр? Как откроют, все, тогда и будет, мы сейчас пока оставили этот проект, потому что мне нужно вживую идти на производство, там, общаться, туда-сюда, и мы просто, пока заморозили этот проект, откроемся, пока другими задачами занимаемся, игра никуда не денется, к этой игре пускай люди еще посмотрят кучу видяшек, почитают, там, книжечки, подрастут, да, и уже выйдет игра, ну, она такая, очень глубокая, и поэтому, даже если она через пять лет выйдет, она будет очень актуальна. Наташа польщена, говорит, я польщена, Наташа. Слушай, у нас эфир, это, уже подходит к этому. Концентр, так что, уже быстро прошел? Да, прикинь, вообще, не, ну, мы можем повторить рекорд, конечно. Ну, давай, я уже сегодня была один час в эфире. Я вот теперь не знаю, как сохранять, сейчас у нас как-то... Ты на IGTV сохрани, у меня хакер есть, который мне это видео скинет завтра, ой, не завтра, в понедельник. Сейчас в IGTV у меня боты есть платные, которые скачивают в прямые эфиры, но они еще не обновились, и они не могут с IGTV скачивать. Сохранять в Инстаграме только сейчас в IGTV можно. Короче, у меня есть хакер, наши видео сохранятся. Класс. Нелли, мы все уронили, и золото, и нефть, и вазу. Это вот связующее звено между Наташами и рынком, то, что ты рассказывала. Да, да, да. Слушай, ну, супер, я просто хотел сказать твои слова, какие будут тогда. Друзья, поставьте плюсики, как вы к тому, чтобы на второй час пойти? Смотрите, это видео я загружу в YouTube. Ребят, пишите там комменты, тоже свои вопросы, я YouTube часто читаю, и если какие-то вопросы, мы потом в эфире их озвучиваем. Или я посты пишу обычно с вопросов. Мои посты не приходят просто так. Я смотрю, там кто-то мне что-то задает, а сразу такая, о, хоба, и пост написала. Плюс, чтобы вам уведомления приходили, на YouTube колокольчик нажмите, и тогда вам будут уведомления приходить. Просто многие спрашивают, как на YouTube это. И все. Ну, классно. Хорошо, тогда это, я сохраню. Выходим через 5 минут? Да уже тут не 5, тут полминуты осталось. Друзья, отец.